Так и здравствуйте! Вы на канале Покашеварима и сегодня у нас что-то вкусное. Есть такая закономерность, знаете, что если горькое лекарство, оно лечит лучше. И в еде то же самое. Вот я замечал, что блюдо, которое выглядит максимально стрёмно, оно, как правило, очень вкусное. Вот, ну, я не знаю, холодец, это ж капец, это уродец просто страшный. Икра кабачковая, суп-продукты сушёные, желудки, печень, ай, вообще кошмар, страх. Но, слушай, ну, по факту это всё очень вкусно. И сегодня у нас представитель ровно такого блюда. Мы сегодня готовим с вами форшмак. Это закуска еврейская из селёдки, которая готовится в куче вариантах. Естественно, приготовить правильный форшмак невозможно. Я сейчас сделаю его так, как я делаю, вы мне напишите, что вообще неправильно. Куча людей таких будет, кто выскажет своё мнение. Поэтому готовьте, как считаете нужным, как ваша бабушка готовила, я не против. Я вот так вот буду делать. Хотите, повторяйте, это будет точно вкусно. Давайте начнём. Форшмак, ребят. Новый год скоро уже на стол. Форшмак, знаете, как отлично зайдёт. Вот так. Селёдка. Её надо, естественно, выпотрошить. Ну, у меня потрошённая она уже. Избавиться от косточек, от головы. И сделать филе. Сначала избавляемся от головы. Делаем надрез вдоль хребта и вырезаем плавник. На этом этапе удобно снять кожу, начиная с головы. И затем со стороны хребта отделяем мясо от костей. Большая часть костей должна остаться на хребте. Оставшиеся косточки убираем вручную. Вот таким вот образом мы избавляемся практически от всех костей в селёдке. В итоге у меня получилось 4 филешки селёдки. Это приблизительно 300 граммов. То есть вот с двух рыб небольшого размера мы получаем 300 граммов филе. И дальше мы будем исходить уже из этого объёма. Я отрезаю 3 кусочка хлеба. Можно даже 4, потому что мы избавимся от корки. Хлеб зальём молоком, можно сливками, можно водой. Много не нужно, просто чтобы впиталось. Хлеб, он как губка, как абсорбент. Он впитывает влагу, и эта влага остаётся в блюде, которое мы делаем. Именно поэтому мы добавляем хлеб, замоченный в воде, например, в котлеты. Для того, чтобы они были сочные. И блюдо форшмак тоже должно у нас быть сочное, и такое нежное, и классное. Я селёдку буду измельчать ножом вручную. Мне так кажется, будет лучше, и вам советую делать так же. Хотя правила кошерности не запрещают пропустить через мясорубку. Если какие-то маленькие косточки остались, вот они бывают, попадаются вот такие тоненькие. Но в принципе ничего страшного. Если вы их видите, лучше удаляйте. Но по большому счёту, они перемелятся ножом, и будут практически не чувствоваться. И теперь я активно буду работать ножом, чтобы сделать нано-кусочки селёдки. На этом этапе я могу добавить хлеб, и его тоже туда уже вмешивать. Видите, я его не отжимал, потому что я не добавлял столько воды, чтобы прям плавало. Я не стесняюсь рублю до состояния практически паштета. Видите, да? Давайте уже начнём складывать. Для кислоты мы возьмём одно яблочко. Лучше какая-нибудь Антоновка подойдёт, чем вот эти вот полусладкие сорта. Я срезаю кожуру с яблок. И на средней тёрке, а мелкая это вот эта совсем для пюре, вот эта средняя, вот эта считается большая. Короче. Ну, либо на мелкой тёрке в нашем обычном понимании натираем яблоко. На одну селёдку поляблока. У нас две селёдки, поэтому я целое яблоко добавляю. И так же поступаем с луковицей. Всё, ребята, плачем. Нутрём я добавляю сливочного масла. Ну, можно его, в принципе, не добавлять, но мне нравится, когда в паштетах есть сливочное масло. А это, по сути, паштет. Граммов 70-80. И теперь мы это всё начинаем перемешивать. Могло показаться! И уже начали писать в комментариях, что я яйца не добавил в форшмак. Добавил, конечно, они остывали просто. Сейчас потрем, добавим. Всё будет как-то. А вот так вот. И всё становится просто шикарно. Ну, чё, по большому счёту, как бы, в принципе, всё готово. Зашибись. Соль, кстати, вот мы рыбу не вымачивали, не избавлялись от соли. Как раз и хорошо, сюда соль не надо добавлять, но вот перчик сюда добавить стоит. Знаешь, это неправильно. Вообще, очень много, наверное, мы правил нарушили, потому что вроде бы как-то молочное с рыбой не очень правильно из-за религиозных соображений смешивать. Но я не уверен, я в этом не очень разбираюсь. Вот. И я думаю, что если ещё немножко мы нарушим этот рецепт и добавим хотя бы зубчик чеснока, он будет лучше. Несколько кряков перца и зубчик чеснока. Честно признаюсь, я добавляю два, но никому об этом не рассказывайте. Мне кажется, так будет прям душевней за душевней. А для подачи мы возьмём ржаной хлебушек, сделаем вот такие вот порционные кусочки и сделаем гренки. Я буду обжаривать с небольшим количеством масла, потому что так будет вкусней. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Изя, мне есть что вам сказать Фаршмак сегодня, Изя Кто я такой, чтобы вообще что-либо высказывать по поводу национального блюда А точнее много национального блюда, потому что это же не только еврейское блюдо Куча, куча, где делают подобные приколы Да даже в суше готовят какие-нибудь гунканы, спайси, замешивают соусом мелко нарубленную рыбу Блин, по сути тоже фаршмак, почему нет Че короче сказать по итогу Фаршмак и фаршмак вкусная штука, хорошая закуска Чесночок все-таки добавляйте, мне кажется правильно Масло тоже вроде не особо принято добавлять, но добавляйте, потому что это правильно, это вкуснее будет Поэтому это, можно сказать, мой вариант приготовления блюда под названием фаршмак Я считаю, отличный вариант С хлебушком идеально, бородинский какой-нибудь или там дарницкий, чуть-чуть поджаренный или в тостере, где угодно И это будет зашибись Короче, повторяйте, ребят, уже Новый год, давайте проникаться новогодним настроением У меня уже какую-то хрень повесил сзади себя Уже настроение улучшилось, поэтому повесьте какую-нибудь хрень сзади тебя Приготовьте фаршмак на закусь И всего вам вкусного, пока А я тихо, сапай, Дима, пока ты там снимаешь Уже, блин, четвертый Гринок наедаю Ты будешь фаршмак? Ну и прикольно, что нет такого, знаешь, явного привкуса Там, не селедочного, не такого, ну, не лукового То есть как-то все вместе и зашли Яблочко чуть пописли Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому